У нас будет очень интересная тема. Я ее называю «Призвание и избрание». Я думаю, каждый из нас, как верующий человек, он сталкивался, задавал себе эти вопросы, потому что читал это в Библии. И начнем наше служение с места из Писания. Это от Луки, Евангелие от Луки, 14 глава, 16 стиха. Он же сказал ему, один человек сделал большой ужин и звал многих. Это Иисус говорил притчу. И когда наступило время ужина, послал раба своего сказать званым, идите, ибо уже все готово. И начали все, как бы сговорившись, говорить «О, слава Богу, Господь, Ты призываешь нас, и мы все бросаем и бежим к Тебе, потому что Ты, Сам Господь, желаешь нас видеть за Своим столом». Так написано? К сожалению, да? Там написано, и начали все, как бы сговорившись, извиняться. Первый сказал ему, я купил землю, и мне нужно пойти посмотреть ее. Прошу тебя, извини меня. Другой сказал, я купил пять пар валов, и иду испытать их. Прошу тебя, извини меня. Третий сказал, я женился, и потому не могу прийти. И, возвратившись, раб тот донес об этом господину своему. Тогда, разгневавшись, хозяин дома сказал рабу своему, пойди скорее по улицам и переулкам города, и приведи сюда нищих, увечных, хромых и слепых. И сказал рабу, господин, исполнено, как приказал Ты, и еще есть место. Господин сказал рабу, пойди по дорогам и изгородям, и убеди прийти, чтобы наполнился дом мой. И посказываю вам, что никто из тех званых не вкусит моего ужина, ибо много званых, но мало избранных. Итак, я хочу поговорить о наших жизнях, о том, что для нас есть избрание и призвание. Мы с вами, как дети Божьи, которых Господь спас. Все верят, что Господь их спас, да? Значит, Господь уже избрал нас для этого времени, в этой жизни, чтобы мы с вами не просто жили, не просто восполняли свои нужды, не просто заботились о своем доме, не просто заботились о своих каких-то родных и близких. Это все важно, это все нужно, но это не есть самая основная цель от Господа, раз мы приняли это решение и отдали свои жизни Ему. Давайте поговорим о том, кого же Господь все-таки призывает. Избирает Господь, я так понимаю, призывает Господь всех, да? Все мы с вами призваны Господом. Но мы знаем, когда мы проповедуем Евангелие, это хороший пример, когда мы всех призываем, но не все делают этот выбор, да? То есть, по сути, Господь призывает всех, независимо, ни от положения в обществе, ни от статуса, ни от цвета кожи, ни от возраста, ни от физического, никакого состояния Господь призывает всех, потому что Слово Божье говорит, что Бог желает, чтобы все спаслись и достигли познания истины, да? В этом есть Божье призвание. А кто, кого Господь избирает? Как Вы считаете, Господь избирает всех, или только избранных, кого Он хочет? Нет. Ну давайте, у нас интерактивное служение. Ну согласно тому, что Вы прочитали, Он избирает тех, кто как минимум придет. Ну Вы все сами знаете. Да, просто осталось об этом вспомнить, когда мы покупаем валов, землю, женимся или еще что-то, да? А то мы хорошо это знаем, когда у нас нет никаких обстоятельств, с которыми нам нужно жертвовать, или которые нам нужно принять, ну как бы, в пользу чего-то другого, оставлять это. И мы хорошо понимаем, что по сути призывает Господь тоже всех, избирает тоже всех, но от нас зависит. И призывает, и избирает Господь каждого. Но от нас зависит. Примем мы это-то приглашение? Примем мы это, то, что Бог желает дать нам в нашей жизни? Ведь давайте поразмышляем. Мы многое в жизни не имеем, не видим. Мы нуждаемся. Мы проходим мимо каких-то вещей. Мы отдаем предпочтение, на наш взгляд, более важным вещам, более ценным, более значимым. И мы пренебрегаем, по сути, тем, благодаря чему в нашу жизнь может прийти гораздо больше. Благодаря чему наши жизни, они могут быть сильнее, они могут быть наполнены, они могут иметь смысл, они могут обрести полноту, они могут обрести, по сути, полное благословение в исполнении всех наших нужд. Ведь посмотрите, я не говорю о нас, мы сегодня здесь, но я думаю, каждый из нас уже определенное время, хотя в церковь, видит, что рядом с нами нет многих людей, которые посещают церковь. Я не говорю о чем-то глобальном, там, завоевать весь мир, там, ну. Я говорю об элементарных вещах, что, как правило, нас удерживает от посещения служений, от посещения евангелизации, от посещения больниц, от посещения библейских семинаров, или еще, что нас удерживает? Какие вещи нам не дают находиться в Божьем присутствии? Что нам мешает? Скажите, например, что может помешать каждому из вас? Назовите по одной хотя бы причине. Что может стать причиной? Правильно расставлены приоритеты. Если Бог на первом день, тогда все будет правильно. Тогда все будет правильно. Да, тогда все будет правильно. Ну, а какие обстоятельства нам мешают? Ну, вот, что у нас такое глобальное может быть в жизни? Ну, вот, кроме того, исключим, что если человек лежит, и вот он просто физически не может встать, у него прорвало трубу, и он руками держит эту трубу, чтобы не затопить соседей. Что там, у него порвались провода, и он руками держит эти провода, чтобы у него... Ну, то есть, что может быть, какие обстоятельства или причины, которые могут помешать? Назовите мне. Никакин. Работа. Семья. Ну, по сути, мы называем волок, огороды. И как ни парадоксально, женитьба. Знаете, сколько людей мы видели в церкви, которые до того, как женились, они всегда впереди планеты всей. Они во всех служениях, они заняты всеми мероприятиями церковными, а потом все. Куда делись? Но Бог не объединяет людей для того, чтобы они смотрели друг на друга и жили только друг ради друга. Бог в церкви объединяет людей, чтобы они четырьмя глазами смотрели в одну цель и шли к ней, поддерживая друг друга, давая возможность опереться друг на друга, ободрить друг друга, поддержать друг друга. А что мы делаем? Куда ты идешь? Ты посмотри, у нас дома-то не сделано, это не сделано. Да ты все бросаешь. Ты постоянно только в церковь ходишь. Там не копано, там не мыто, там не крашено, там не белено. Ты уже мне полгода обещаешь делать ремонт, а ты мне уже три года обещаешь еще что-то. На работу ходит хорошо. Пусть ходит. Вот если бы на работу, так пусть там и живет. Я не против. Видишь, бы деньги ему время приносило. А служение Господу, оно же как бы зарплату нам никто не платит за то, что мы сюда ходим. А как насчет того, что Господь сюда приходит? Господь восполнит все. Аминь. Правильно, Надежда Яковлевна? Господь восполнит все. По богатству славы своей. Скажите, пожалуйста, разве здесь есть люди, те, которые реально не могут сказать, что Господь в их жизни что-то совершил? Тогда бы никого здесь не было. Тогда бы не было бы нас сегодня, да? И очень жаль, что нету многих тех, которые точно знают, что Господь в их жизни что-то совершил, но как в Гиблии написано, да, что когда у тебя будет все, чтобы ты не забыл Господа своего, откуда у тебя это все в жизни? Откуда приходит в семью мир? Откуда приходит благословение в семью? Откуда приходят взаимоотношения между родителями и детьми? Откуда приходит взаимопонимание между мужем и женой? Откуда приходит благословение, что дети рядом, которые с тобой, они имеют в своей жизни успех? Откуда это приходит? От источника, от того, кто призывает нас. И Господь призывает нас не для того, чтобы лишить нас чего-то. Потому что, по сути, та земля, те волы, та жена, которую мы имеем, это Господь, да? Она не взялась в наши жизни, потому что мы такие хорошие. Мы такие, да, мы хорошие. Но мы несовершенные, мы люди. Мы совершаем ошибки. Мы промахиваемся, скажем, проходим мимо поворота, ещё каких-то вещей. Но мы много мечтаем, мы многое хотим видеть в своей жизни. И многим в то же время пренебрегаем и не ожидаем, и не верим, что это может как-то измениться. Но если мы не верим, что может произойти в нашей жизни, если мы сами сознательно отдаём предпочтение чему угодно, только не тому, где мы действительно можем иметь успех и решение всех наших обстоятельств. Почему в трудных обстоятельствах или в трудных ситуациях мы, наоборот, пытаемся убежать куда-то, а не прийти и не прибежать к источнику, где мы можем всё иметь? Почему, когда уже нам совсем караул, вот знаете, когда-то, не сейчас, слава Богу, но у нас были такие люди в церкви, которые я знала, если он появился, у него всё. Труба, уже там всё разрушено, и такой человек прибегает с десятиной в руке с просьбой помолиться. Ну, вроде как человек и правильные вещи делает, но можно же было избежать этого всего. Не дойти до этого, что уже тебе нужно бежать и кричать, и помогить, и уже всё. Зачем доводить своей жизни до этого? Аминь. Давайте посмотрим ещё одно место из Писания. На мой взгляд, оно может нам тоже многие вещи показать в этом направлении. Это Матфея, 25-я глава. Вы ещё на меня не обиделись? Нет, нет. Приятного вас. Спасибо. Я тогда ещё к вам буду. Матфея, 25-я глава, с первого стиха. Написано, тогда подобно будет Царство Небесное Десяти Девов. Которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Ну, то есть, глупых. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масло. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик. Вот, жених идёт, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым. Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас. Пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришёл жених. И готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, отвори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придёт Сын Человеческий. Написано, что Царство Небесное подобно десяти делам. Очень часто мы, делая какие-то вещи, выборочно даже, ходя в церковь периодически или посещая какие-то мероприятия, мы думаем, что этого достаточно для того, чтобы что-то получить, что-то наследовать в своей жизни. Обратите внимание, пошли десять дел. Пять мудрых, Библия говорит, пять из них были мудрыми, а пять из них были неразумными. Но обратите внимание, и те, и те пошли. И те, и те взяли в руки светильники. Но что их отличало? Одни были подготовлены к этому, а другие нет. И результат был для одних, для некоторых из них очень плачевным. Мы очень часто, делая какие-то вещи, может быть, просто отдавая должное. Вы поймите, я не пытаюсь, я не могу заглянуть в ваши сердца, я не могу заглянуть в ваши жизни. Но я многие вещи понимаю по себе. Есть обстоятельства, есть ситуации, когда ты, делая какие-то вещи, думаешь, что этого достаточно для того, чтобы мне что-то получить, мне наследовать, мне иметь благословение или милость от Господа. Но я хочу просто показать о том, что есть вещи в нашей жизни, которые мы делаем, лишь бы сделать, не имея правильного отношения, не имея правильного сердца, правильного понимания, не имея в этом усердия, ни подготовленности, ничего. Потому что мы знаем, что Библия говорит, чтобы, приходя, мы были и подготовлены. Аминь. И я не хочу, чтобы каждого из нас ожидал вот тот вот результат, когда мы, пройдя жизнь, проживя ее с ощущением, что мы что-то делали, услышали, что Бог нас не знает за счет кого-то. Это первое. И главное, нельзя войти в Царство Божие за чей-то счет. То есть нельзя прийти к кому-то и сказать, дай мне, и я войду. Это невозможно. Второе. Своё призвание может исполнить только каждый сам за себя. Нельзя отправить на пир мужа и сказать, иди посиди там за нас двоих, чтобы господин не видел. А я тут дома пока постирай, поубирай, а ты типа пойди для галочки отметься там, чтобы видели, что мы есть, что мы тут, да? И третье призвание — это цена. И цена эта не может быть заплачена кем-то за кого-то. Каждый в своей жизни платит свою цену. Потому что подумайте сами, если я заплачу за кого-то из вас, как бы я ни хотела, это будет моя плата и моя цена. И это будет моё благословение, как бы мне ни хотелось отдать его вам. Это будет моё. И мы должны понимать, что если мы хотим видеть в своей жизни успех, если мы хотим видеть в своей жизни полноту, мы должны понимать, что на каждом из нас есть призвание, за которое мы должны заплатить цену. Как мы можем заплатить эту цену? Это нести служение, это проповедовать Евангелие, это посещать детские дома, посещать больницы. Как мы можем служить Богу? Служа людям, восполняя их нужды и заботясь. Когда мы это должны делать? Мы должны это делать всегда, когда Господь призывает. Как Господь нас призывает? Через церковь, через лидера, через тех людей, которые рядом с нами. Когда нам говорится, пошли, нужно пойти попроповедовать в больнице за исцеление. Что нас удерживает? Страх, сомнения, обстоятельства, дела, усталость, работа, стирка, глажка. Там, да? То есть, какие вещи? Валы, земля, женитьба. Она удерживает нас. Но, по сути, это и есть, то, куда призывает нас Господь. Есть такой, такой факт, есть такая вещь, что, если Бог что-то задумал, и если мы скажем нет, дело это все равно состоится. Оно состоится за счет другого человека, который скажет Богу, да, Господь, вот я, возьми меня. А где будем мы? Что будем делать мы? Куда наша жизнь дойдет, и к чему это все придет, и чем это закончится? В этом есть большой вопрос. Аминь. Помните, в прошлый раз мы говорили, я вспоминала о том, что есть один проповедник, который имеет много, напомни мне, кто это? Лестер Самрал. Он имел, он имел, да, он уже, говорится, ушел к Господу, но он имел все. У него были и самолеты, и корабли, и все, все. И он спросил у Господа, Господи, чего ты меня избрал для этого? Иметь вот это все. И ему Господь сказал, потому что ты сказал мне да. Все просто. Бог не выбирает для исполнения своего призвания кого-то особенного. Посмотрите, Библия говорит, то, что мы в Луке читали. Кого Господь собрал к себе за стол? Стол Божий все равно был занят. Пир все равно состоялся. Туда пришли хромые, больные, увечные, несчастные, но Божий пир, он был. Где остались те люди? Как неразумные девы за дверью и стали кричать, Господи, а мы? А когда Господь знал, когда Господь говорил, приди, мы говорили, ну Господь, ну что, ты не видишь, вот что у нас тут столько всего, а ты приди. Как я могу прийти? Я же не могу. У меня дела. Какой, какой приди? А потом, Господи, вот я, Господь говорит, ты кто вообще? Я тебя не знаю, ты откуда взялся? Кто ты такой? Мы так хотим всегда, чтобы Господь знал нас лично, да, чтобы Он слышал нас лично и отвечал лично нам. Но как часто в своей жизни мы идем на компромиссы, пренебрегая главным и отдавая предпочтение второстепенным. Но, как сказала Надежда Яковлев, должны быть правильно расставленные приоритеты. Господь должен быть на главном месте. И тогда мы у Господа будем на главном месте. Потому что это будет несправедливо, если Господь будет на главном месте в сердце Аллы, а в моей жизни Господь будет на главном месте, когда Он у меня не в приоритете, да? То есть все логично. Потому что взаимоотношения с Богом — это завет, это союз, который мы с вами заключили с Богом. И если мы хотим завет, союз, это договор, который подразумевает выполнение двумя сторонами определенного соглашения, и если одна из сторон не выполняет это соглашение, вторая сторона освобождается. Да, Бог многомилостив, да, Бог написано, что Он всегда остается верным, даже когда мы бываем неверны. Да, Он долготерпелив, но скажите мне, когда это терпение закончится? Вы знаете, когда закроются эти двери? Пока мы будем где-то ходить, как Библия говорит, да, что когда пришел потоп на землю, все женились, выходили замуж, все делали то, что обычно, привычная жизнь, привычная, но ничего необычное, ничего не предвещало беды. А когда пошел дождь, все сто лет смеялись с Ноем. Представьте люди в то время, которые никогда в жизни не видели воды с неба, и Ной, который сто лет строил ковчег и всем рассказывал, что пойдет вода с неба. Что они о нем думали? Они его ободряли? Они его вдохновляли? Они ему там помогали досточки подносить и смолу? Они ему говорили, что он больной, они приходили посмотреть на него и посмеяться о том, что Ной вообще вычудил такое. И главное, не устает, бедолага, сто лет пахать, пахать, строить этот корабль. Все там живут, гуляют, пируют, женятся, замуж выходят, там сеют, пашут, собирают урожай, хорошо ковицы, много трудятся и много пьют. Да? И Ной такой пахарь, который всю жизнь тук-тук молоточком, тук-тук молоточком. И чем это закончилось? Смеется тот, кто смеется последний. А что, у других не было тогда возможности в то время спастись? Я думаю, что было. Если бы они послушали Ной и приняли это, и я думаю, что Бог имел бы для них спасение. Что они предпочли? Свои вот эти вот, как говорится, пятиминутные, и чем закончилось? Хорошо видеть какие-то вещи, когда мы видим начало и конец, да? Хорошо их осознавать и понимать. Наша жизнь имеет пока только начало. И завершения нет. И мы думаем, что, ну, у меня есть время, у меня еще все впереди, у меня еще все получится, я еще все смогу. Ну, я, да, там, сейчас я не могу, мне надо время, мне вот это надо наладить, вот это исправить, вот это. Ну, я вот как только это все сделаю, я тогда начну и служить, и ходить, и делать, и помогать. А кто знает, когда это наступит? Это время. Никто не знает. Не придет вам письмецо с неба за пару недель, не известит вас о предстоящих, так сказать, событиях, чтобы мы подготовили. Сейчас это время. Сейчас Господь говорит об этом. Аминь. А мы, мы молодцы, мы слушаем Господа. Да? Я не говорю это нам с вами, чтобы, потому что мы неправильно делаем. Да, какие-то вещи мы делаем неправильно. И на сегодняшний день, слава Богу, у нас есть и время, и возможность изменить какие-то вещи в наших жизнях, исправить, наладить, расставить правильные приоритеты. И, как говорится, с полной уверенностью ожидать, что мы будем перед лицом Божьим и будем слышать похвалу от Господа. Мы сделаем правильный выбор, мы расставим правильные приоритеты. Но каждый из нас ослабевает. Каждый из нас сталкивается с такими обстоятельствами, которые нас, может быть, надлавливают, которые нас ну, подавляют, что ли. И мы не можем правильнее сделать выбор. Но я хочу сказать, что я, может быть, хочу ободрить сегодня нас сами, сказать, что если мы будем это делать, несмотря ни на что, нас ждет гораздо больше. Нас ждет та полнота. Я хочу то, с чего я начала, что многого мы не имеем и многого мы не видим. Не потому, что Бог не желает этого нам дать, а потому, что мы сами по сути этого не избираем. Поэтому давайте мы будем мудрыми девами, которые будут подготовленными, которые будут знать, куда мы идем, что мы делаем. Мы будем принимать призыв от Господа и говорить, да, Господь, вот я, возьми меня. И пусть в нашей жизни не будут тех обстоятельств, которые будут нам мешать. Всегда есть время сделать и устроить. Библия говорит, что ищите прежде всего Царствие Божьего и правды Его. И все остальное предложится вам. Бог разве не знает наших обстоятельств? Бог разве не знает наших дел, которые у нас есть и нам нужно сделать? Но когда мы избираем Господа, Бог дает нам и мудрость, и силы, и здоровье, и помощников, и, как говорится, и хорошую погоду, и все, что нужно, чтобы мы успели и сделали, чтобы нам все было в нашей жизни сделано, чтобы не было хаоса. Но хаос приходит от неправильно расставленных приоритетов, от того, что в нашей жизни беспорядок. Поэтому я призываю, давайте мы наведем в своей жизни порядок, служение Господу, жизнь с Богом, служение Богу, призыв Божий, он будет для нас на главном месте. Все остальное мы сделаем, потому что вечность, она важнее, чем жизнь на земле. Подумайте сами, вот этими годами жизни на земле, как писал Иоанн Златоуст, что жизнь на земле это как сон. Какой умный человек за яркий, красочный сон отдаст свою жизнь ради того, чтобы увидеть один яркий сон? Вот так наша жизнь на земле, она как сон. Она может быть у нас, да, яркой, эффектной, красочной, как говорится, в удовольствие все, а результат? Устроят ли нас закрытые двери и фраза Господа, кто ты? Или мы хотим войти в эти двери Божьи, иметь благословение, иметь полноту? И не только на земле, но в жизни вечная. А вечность это то, что никогда не перестает. Вечность то, что никогда не заканчивается. И вечность это то, что уже попав туда, ничего невозможно исправить. Пока мы здесь на земле, у нас есть эта возможность, когда мы переступим этот рубеж, у нас этой возможности не будет. Но мы с вами мудрые, мы с вами на правильном пути, у нас с вами правильные приоритеты. Аминь. Это я себе говорила, не вам, у вас все хорошо. Слава Господу. Вы согласны со мной? Слава великому Богу. Давайте мы будем молиться, чтобы Господь субтитры подогнал «Симон»!